Привет, этот ролик я записываю ночью, потому что в воскресенье меня не будет, я уезжаю на отдых до понедельника, соответственно стрима в воскресенье по Клэш-Роялю скорее всего тоже не будет. Я возьму с собой макбук, я возможно выйду в эфир, просто вот с вами в чате пообщаться, вот, приходите, может кесики покрутим, нажимайте на колокольчик, вот, стрим, если что, по Роялю и по Бролл Старс, наверное, будет в понедельник. Этот ролик скорее всего выйдет в воскресенье, но знаете, что я его просто записывал заранее, я сейчас записываю на аккаунте победителя в том конкурсе на Эмодзи, и они получают эти победители Эмодзи совершенно бесплатно. На последнем аккаунте я сделаю такой еще бонус, возможно, онлайн катку выиграю. В общем, сейчас я нахожусь на аккаунте победителя, у него вот такой вот сундук, давайте посмотрим, что у него по прокачке, что у него по легом играет, он с големом, у него есть пламенный дракон, и также с легендарок у него, ой, как много нет легендарок, я думаю, что будет круто, если мы выбьем какую-то одну лего. Значит, по эпикам что у него брать, я ему возьму голема, я ему возьму палача, если выпадет либо торнадо, короче, я понял. Также прошу поставить лайк, подписаться на канал, если вам нравятся такие конкурсы, если вы хотите, чтобы я их делал чаще, ну и просто поддержать меня, если вам, конечно, не сложно. Ну что, 20 баксов, поехали. Так, на первом аккаунте оплатил, вот он, залетает сундучок, так, возьму ему ракету, летучие мыши, либо копейщики, возьму летучих мышей, потому что сложный выбор, я не знаю, чем он играет, да, в принципе, ну, летучие мыши более популярны, хотя копейщики тоже нормальная карта. Тут я, наверное, возьму надгробие, потому что оно прокачано у него, 9 уровень, так, тут, конечно же, шарик, так, здесь возьмем ему армию скелетов, и так, дальше лего. Так, торнадо, пока что этот гигант гоблин не очень, но, возможно, его в скором времени бафнут, кто знает, кто знает. Итак, легендарочки, тут, главное, красивый скриншот успеть сделать, найс, вообще, мне так нравится делать скриншоты, когда леги... О, ну, берем новую, ребята, возьму дровосека ему, тем более, знаете, в чем еще прикол? Ой, смотрите, смотрите, че, какой бонус ему, помимо легендарки, он еще получает эмози, конечно, это не самые лучшие эмози, которые были, но, опять же, все на халяву, на халяву я вам говорил, что и, упс, у сладки. Ему теперь можно взять дровосека вместо рыцаря, будет в разы лучше, и теперь вот такая вот будет дека, я думаю, что этот победитель точно будет доволен. А теперь переходим на следующий аккаунт. Так, следующий аккаунт на 3800, тоже играет с големом, но, ёптить, что это такое? Голем с этим, с клон спеллом? Честно, мне на этом аккаунте больше захотелось сыграть, нежели на последнем. Чисто вот ради фана, мне интересно, он реально вот этим тащит. Мне кажется, что в его колоде лишний клон спелл. Тут нужен, наверное, поизон, вот, поизон, либо фаерболл. Конечно, моего, наверное, совета никто не спрашивал, но, мало ли, я просто дам ему совет. А там, если не понравится, пускай берет обратно клон спелл. Сейчас попробуем сыграть, проверить. Ну, для начала, закинем ему, конечно же, токены, закинем ему голдишкой, короче, донатим 20 баксов. Итак, покупочка завершилась, поехали. Сундучок, далее, вот, так, этот. Опа, разряд, смотрите, на 13 уровень, почти, почти на 13 уровень. Классно. Я думаю, что тут он точно будет рад. Так, здесь миньоны. Так, сложный выбор, очень, согласитесь. И та, и та карта, она популярна. Какую брать? Ну, смотрите, фаербола меньше. Мушкетеров, то есть, ну, больше, и их, наверное, он быстрее прокачает на новый там уровень, если будет, конечно, прокачивать. Ну, я по такой логике буду брать карты, я хрен знает, какую взять. Тут принца возьму. И легендарки. Легендарки. Опять же, сделаю скриншот. Так люблю делать скриншоты. Громоверзец. Тут громовержец. Без спору. Ну, он чуть получше призрака. И этот победитель тоже получает. Но, я хочу на аккаунте этого победителя одну быстренько каточку. И знаете, что тут еще я бы заменил у него в деке? Смотрите, вот просто бесплатный совет. Я не знаю, насколько этот совет будет для него полезным. Но это реально, это будет намного лучше дека, чем она у него была. Вот смотрите, просто сейчас я продемонстрирую. Первая у него ошибка в том, что клон спелл... Он, ну, это... Знаете, это логика реально игроков на 3000 кубков. Ну, не, в клон спелл на самом деле карта-то неплохая. Я играл против таких дек, и было дело, проигрывал. Но, камон... Ой, вот это я зря. Но, камон, в этой деке, вот конкретно в деке с големом, ну, прям, ну, капец, как не хватает тяжелых заклинаний. Ну, ставят соперник-сборщик. Вот какие действия этого игрока? Клон спелл он будет кидать? Нет. И второй момент. У него есть дракончик маленький. И... Ну, дракончику однозначно нужен... Ну, неоднозначно, но желательно нужно торнадо. И у него есть пламенный. То есть у него был мега-миньон. Мега-миньон ему не нужен. И вот как раз торнадо заходит вместо этого... Торнадо вместо мега-мухи. Вот. Вот такие вот советы. Я вот, знаете, что думаю? Вот сейчас сижу, вот, умничаю. Не знаю, насколько я прав. Топы или кто разбирается, поправьте, если я что-то говорю не так. Я, знаете, вот думаю, может вести такую рубрику. Просто, ну, какое-то разнообразие будет на канале. Вот помогать подписчикам в плане... Может, составление колод, совета каких-то, каких-то советов. Играть на их аккаунтах. Делать это как-то... Я не знаю, как-то разыгрывать такие... Такую возможность разыгрывать. Чтобы попасть на видос с моими советами, с моими обсуждениями, онлайн-катками. Но, опять же, понимаете, мои советы, они не всегда могут быть правильными. Потому что я не топ-игрок. Хотя, ну, что-то, да, я в этой игре уже, как бы, знаю. Да? Ну, какой-то совет-то могу дать. Ну, по крайней мере, тем игрокам, которые сидят там на 3к кубков. 3-4 тысячи кубков. Тут я, конечно, могу им какой-то совет дать. Напишите в комментариях, хотели бы вы такую рубрику. Если да, пожалуйста, поставьте лайк. Если будет много лайков, я придумаю, как эту рубрику реализовать. Если это, конечно, еще актуально и кто-то в этом нуждается. Переходим к следующему аккаунту. Итак, последний аккаунт, демастик на 4 тысячи кубков. Колода у него... Что? Что? Слушайте, ну тут я даже советы давать не буду. Я просто возьму этим и сыграю. Давайте заднать им и пойдем сыграем. Я просто поражаюсь фантазией, вообще бесконечной фантазией игроков, что они только не придумают. Ну, с быстрым хогом спарки, это интересно. Хотя я видел кого-то спарки хог, но, блин, они же таки не прижились. Так, вау, 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 вау. Больше тарана, да, поэтому возьму тарана. Такая у меня логика, не знаю, согласитесь вы с ней или нет, хрен знает. Так, тут однозначно мушкетер, тут однозначно принц. И давайте леги, леги, леги. Я надеюсь, что эти победители будут рады, потому что мне очень нравится делать приятно тем людям, которые никогда не донатили и получают от меня в конкурсе такой вот бонус, бесплатный эмодзи, голду, токены, леги и все круто. Я сыграю одну каточку, но я, знаете, что боюсь, боюсь проиграть, потому что... Я хрен знает, как этим тащить. Хотя, знаете, карты, ну, как-то заставляют тебя быть уверенным. Много сплэша, много так дефа серьезного. Ну и одна атакующая карта Хо, которая практически тут... Не, хотя что, сочетается с палачом, с валькой, но... Нету заклинаний, да, тяжелых? Так, давайте вальку с краю карты, хотя прокачка, видим, что девятые рарки от одиннадцатых... Разница... Так, знаете что? Знаете что? Я выброшу Спарки, а не Инферно, потому что Спарки еще продолжат атаку, а Инферно сдохнет. Вот, опять же, такая моя логика. А вот теперь я понимаю, что лучше бы я кинул... Хотя, не знаю, ладно, все, я не буду жалеть ни о чем. Просто играем дальше. Так, блин, вот сейчас, знаете, как-то страшно, а вдруг у него там... Я не знаю, что у него там, аж боюсь представить. Ладно, закидываем палача. Ой, как палач хорошо-то зашел, да? Согласитесь. Так, выстрел. Плиз, 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 давай. Блин, плохо. Охренеть, голем. Голем? Голем с фризом. Блин, они просто стоят друг друга, эти игроки. Что у этого колода... Хрен, пойми, что... Что у моего соперника. Ну да ладно. Как бы, знаете... Автор есть автор. И он художник, ему видней. Че он художник, не знаю. Ну, он захотел... Такую деку, он составил. Все. Че я его должен осуждать за это? Не, да я не осуждаю, я просто... Просто удивляюсь. Прикольно, да? Я сам с собой разговариваю такой. Сам себе вопросы задаю, сам на них отвечаю. Так, ну тут стрелы. Стрелочник я. Так, кидаем стрелы. В этот раз, конечно, фриз его был... Сыграл с ним плохую шутку. Рэйдж, ё-моё. Просто посмотрите, какой опасный игрок. Так, как думаете, смогу ли я продолжить атаку на три короны? Я думаю, что не смогу. Так, используем спарки. Используем спарки. Так, здесь используем... Ёпта мать, че происходит вообще? Вот это неожиданно. Вот это рили неожиданно. Я правда все мог ожидать. Но точно не кладбище с големом. Господи. Но я его, по-моему, выигрываю, да, ребят? Пока что. Ну, блин, у меня только стрелы, правда. Вот это плохо, если сейчас Хок последнюю тычку не сделает. А он не сделал последнюю тычку. Я проиграю просто. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Девять секунд осталось. Пипец. Я его проиграл. Ладно, я ему не на видос верну эту катку. Да и вообще, в принципе, я думаю, что ничего страшного. Хотя, если важно для него, я верну ему катку эту. Лучше бы я не играл. Боже мой, 4К, помоющая полная, ребят. Ну, опять же, советы еще актуальны, я думаю. Если, точнее, я так считаю, что, ну, судя по вот этому всему, советы еще нужны. Но еще дождусь ответа от вас в комментариях и по лайкам посмотрю. Если надо это, я такую рубрику веду. Но я еще подумаю просто, как это все сделать и надолго ли мне хватит. Спасибо вам за просмотр. Всех обнял. Люблю. До новых встреч. Скоро увидимся. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Потому что я сейчас уже буду на отдыхе. И, скорее всего, с вами запущу оттуда. Все, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok